Были проведены дополнительные мероприятия по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. В связи с этим мы выдали всем объектам различные сферы предписания о профилактике новой коронавирусной инфекции и проведении различных мероприятий. И были проведены и будут проводиться в дальнейшем обследовании. В основном выявляются нарушения пищевая промышленность в сфере торговли и в детских образовательных учреждениях. Первое – это отсутствие недостаточного количества бактерицидных установок, обеззаражителей воздуха. Это одно из нарушений. Часто встречаются такие нарушения, что утром у нас должен быть входной фильтр. Это значит, что сотрудники должны проводить опрос и измерять утром свою температуру. И в журнале все это фиксировать. Нету при осмотре, при обследовании, они нам не показывают журналы, и там, естественно, нет уже записи температуры входного фильтра. Потом мы смотрим, достаточно у нас очень много нарушений в сфере торговли. Это значит, правило применения масок, средства индивидуальной защиты. Значит, маски у нас должны полностью закрывать дыхательные пути. Но в основном у нас у продавцов и покупателей маски находятся на подбородке. Это тоже является нарушением. А что им предстоит в связи с этим нарушением? Что им предстоит? Этим объектом это административное наказание в виде административного штрафа. Некоторые мы постановления рассматриваем у себя на местах, выносим штраф. А статью 6.3, часть 2, мы направляем в суд для рассмотрения. Продолжение следует...